Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Кажется, у нас появилась надежда, серьезно очень, уже объявлено о том, как будет осуществляться обмен ценных бумаг, которые заблокированы сейчас у многих на брокерских счетах. И сейчас я пытаюсь объяснить подробности, как это будет происходить. Итак, смотрите. Центробанк объявил, что пришел к соглашению с иностранными инвесторами о взаимном обмене активами. На какой основе? Смотрите. Есть огромное число иностранных компаний, которые, во-первых, имели активы на счетах в России. Они заблокированы. Во-вторых, было огромное количество компаний, которые сказали, что они закрывают бизнес. Иностранные компании, бизнес в России, и они там продают свои компании и так далее. А кто-то из них не закрыл бизнес в России. Это ничего не значит. Дело в том, что иностранные компании, вообще говоря, США, сделали, скажем так, недружественные шаги по отношению к России. Вели санкции, в том числе объявили о блокировке SWIFT-переводов. И поэтому там они у себя заблокировали все активы российских инвесторов. В ответ на это Россия заблокировала все активы иностранных инвесторов, которых накопилось уже весьма много. И которые тоже, наверное, хотят вывезти эти активы из России. Они это не могут сделать, потому что, ну, как минимум, SWIFT-счета заблокированы. И, соответственно, наложен тоже, ну, как бы запрет на эти операции. То есть иностранцы не могут вывезти свои деньги из России. Россияне не могут вывезти свои деньги из активов, которые находятся в активах США. Было принято решение о взаимном обмене. То есть, смотрите, не можете, то есть вот иностранцы не могут вывезти свои доллары. Вот, а, соответственно, россияне не могут вывезти доллары, на которые они купили акции на зарубежных площадках. Смотрите, что придумали, что придумал Центробанк. Они сказали, что давайте сделаем следующий механизм. То есть иностранцы, иностранные компании, иностранные инвесторы выводят отсюда не рубли. Они выкупают у россиян, у российских инвесторов акции иностранных имитентов, которые находятся сейчас там, ну, которые были куплены. И они выкупают эти акции, расплачиваются с российскими инвесторами рублями по курсу, текущему биржевому курсу. Соответственно, россияне, получается, продают свои активы, а иностранцы получают акции иностранных компаний, которые они могут совершенно спокойно продать там у себя, на зарубежных счетах, и, соответственно, получить свои вожделенные доллары, а россияне расстаться с иностранными активами, которые заморожены. Это касается счетов в размере до 100 тысяч рублей. Ну, почему такое решение принято? Давайте я вам попытаюсь сейчас это пояснить. Смотрите, вот сейчас вы видите график, вернее, не график, вы видите пустой экран. Сейчас мы нарисуем небольшой такой график. Вот по оси абсцисс это сумма денег на счете, а здесь количество людей, которые имеют эту сумму. Если мы нарисуем этот график, то он будет выглядеть примерно вот следующим образом. Сейчас я попробую. Так, толщина. Нет, а, вот так вот я попробую. Вот сейчас я попробую нарисовать этот график. Вот он примерно вот так вот будет выглядеть. Вот, ну, понятно, что кривая будет гладенькая, я мышью, как могу, не стреляйте в пианиста, что называется. Вот таким вот образом. Что это значит? Это значит, если по этой оси обозначить сумму денег, которая находится на счете, ну, скажем, здесь вот там миллиарды какие-то рублей, здесь сотни миллионов и так далее, и так далее. И с какого-то момента будет вот здесь вот линия, которая соответствует 100 тысяч рублей. Теперь давайте посмотрим на площадь той фигуры, которая получилась вот здесь вот. А, вернее, даже не такая площадь, а будет вот такая вот площадь вот. То есть на 100 тысячах рублей вот здесь вот это пересечение. Да, сейчас, секундочку, я тогда немножечко все-таки. Вот оно вот, пересечение. И будет именно вот эта вот площадь. Вот. То есть это, в принципе, небольшая доля тех средств, которые заблокированы на зарубежных, у зарубежных брокеров, у российских. Почему такая сумма? Ну, потому что прикинули и решили, что это примерно соответствует тем деньгам, которые заблокированы у иностранных инвесторов. То есть взаимный обмен, взаимовыгодный. Российские инвесторы разблокируют свои, расстаются и разблокируют свои ценные бумаги, которые заблокированы на иностранных биржах. А иностранцы получают доллары за эти ценные бумаги после того, как они там их реализуют у себя. То есть такое небольшое количество, но надо сказать, что большая часть, как вы видите, большая часть российских инвесторов находится в этой области. Но у них на руках очень маленькая сумма, то есть судя по площади. А у маленькой части российских инвесторов находятся достаточно большие суммы. Ну, что как бы можем? То есть Центробанк защищает интересы, грубо говоря, беднейших клиентов. Что, собственно говоря, не так. Дело в том, что вот эти клиенты, насчет них, наверное, не стоит беспокоиться. У них там денежки в офшорах всяких и так далее. И для них есть другие, скажу вам по секрету, для них есть другие механизмы, которые вполне себе работают, и они не публичны. Но так как у вас нет таких денег, то совершенно вас это не касается. Вот как это делается. Если у кого-то есть большие деньги, скажем, миллионов от 15 и выше, я могу рассказать, куда таким инвесторам обратиться. Вот, в приватном разговоре, наверное, при какой-то личной встрече. Вот, а, значит, вот тем инвесторам, у которых, большинство, у которых суммы на счете не более 100 тысяч рублей, для них вот будет опробован такой механизм. По крайней мере, для начала. Ну, еще раз повторюсь, какой будет механизм. Значит, вам на почту придет оферта. Если у вас, ну, там, брокер видит, естественно, у кого на счете меньше, чем 100 тысяч рублей в иностранных активах, вам придет на почту, которая привязана к вашему брокерскому счету, письмо с офертой, что вы готовы продать эти акции по курсу, там, за рубли и так далее. И после этого эти акции у вас со счета выводятся на какой-то другой счет. Там они централизованно как-то продаются. Я не знаю, как, а вам на счет через какое-то время, судя по всему, после того, как все это будет сделано, поступит соответствующая сумма в рублях по текущему курсу, насколько я понимаю, на момент оферты. Вот, ну, другой информации у меня нет. Более того, у меня остается вопрос, каких активов это касается. Тех активов, которые, все, которые куплены и которые на иностранных площадках заблокированы, либо только те, которые куплены на Мосбирже. У меня, например, активы куплены на СПБ бирже. И, ну, там, насколько я понимаю, мои активы как раз входят в этот диапазон. То есть до 100 тысяч рублей. У меня несколько счетов там и на жену, и на меня. Ну, по-моему, там меньше 100 тысяч рублей именно в тех активах, которые заблокированы в настоящий момент. То есть, ну, для большинства это касается. То есть будет оферта, смотрите за своей почтой. Будет какая-то другая информация, я вам скажу по подробностям. Но пока вот так вот. Пока ничего неизвестно. Что будет с активами, которые на СПБ бирже. Там вообще полный мрак. Что касается активов, которые Финнекс, в компании Финнекс, то есть FX и дальше, значит, какие-то фонды и так далее. Там, насколько я понимаю, ситуация намного более печальная. Потому что это иностранная компания, это ирландская компания, которая работала в основном для России. Очень надежная компания, очень хорошая, очень популярная. Туда вкладывали многие. Но она попала вообще между двух огней. Дело в том, что основные инвесторы у нее россияне. Это ирландская компания. Ее там в чем-то подозревали. Короче говоря, ее тоже заблокировали в конец. И она объявила о своем дейлистинге с лондонской биржи. И поэтому там полный караул. Я не знаю, значит, там компания, судя по всему, будет банкротом. Сама компания. Но это не значит, что деньги, которые были вложены, были инвестированы в эту компанию, они улетят. Это значит, что они подлежат распродаже. То есть, в случае объявления этой компании банкротом, и, ну, по крайней мере, большая часть этих средств должна вернуться. Вот. Но здесь у меня, ну, большие вопросы. То есть, куда вложены эти деньги? То есть, структура инвестиций этой компании. Ну, они, по крайней мере, объявлены, каждый фонд и так далее. И это, скорее всего, это акции тоже иностранных компаний, купленные иностранной же компанией. Но просто они заблокированы. И компания не имеет возможности получать прибыль, потому что основные инвесторы россияне. То есть, сама компания может разориться, но это не значит, что фонды исчезнут. Я так понимаю, что фонды должны как-то там, ну, какая-то процедура и так далее. Но то, что сейчас на счете фонды с префиксом FX обнулились, говорит о том, что, только о том, что компания вышла из листинга лондонской биржи. То есть, мы вроде как являемся инвесторами этой компании, и пока по этой компании ничего не известно. Мне так кажется. Я еще буду узнавать эту информацию, расскажу то, что узнаю на сегодня. Как бы вот все, что я хотел рассказать, я рассказал. Смотрите, подписывайтесь, смотрите внимательно за своей почтой на предмет оферты. И я буду продолжать рассказывать о том, как все это происходит, и о том, ну, о всех этих механизмах. А на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok